Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! Я снова вас приветствую у себя на канале Творческая Студия Олеж Арт. Моя творческая мастерская специально для таких людей, которые любят валяния, войлок. И сегодня, конечно же, я к вам не с пустыми руками. У меня для вас сюрприз, особенно для тех людей, которые следят за моей этно-историей. И сегодня я вам хочу предложить еще один аксессуар в том же стиле. Из таких же материалов, которые дополнят мою коллекцию одежды и аксессуаров в этно-стиле. Как вы видите, вот он на мне. Это такой универсальный аксессуар, который украшает и защищает от ветра, от холода. И, собственно говоря, он приносит массу удовольствия. Это очень просто. Делается это на обыкновенном шаблоне для бактуса. И я немножечко усовершенствовала для того, чтобы это больше походило на жилетку. Бактус от этого не пострадал, а только улучшился. Его можно надевать на разные стороны, как вот спереди, вот так вот. Вот можно развернуть и надевать его вот таким вот образом. Также он очень интересен с внутренней его стороны, так как нету здесь изнаночной стороны. Просто здесь более сдержанные оттенки сами видите. А с другой стороны, с обратной стороны, более красочные, цветочки и так далее. Вот посмотрите, как смотрится это в другом цвете, вот в этом коричневом цвете. Но, в общем-то, предоставляется выбор. Вот так это смотрится, как воротничок. Если это перевернуть с обратной стороны, это будет смотреться, как бактус. А сзади это похоже на крылья бабочки. В общем, этот аксессуар, он очень интересен. И любительницам новых каких-то образов он может очень даже пригодиться. Потому что его можно и на голову надеть, использовать в виде шапочки, в виде платка. Можно на бедра, как юбочку надевать, на какие-нибудь бриджи. Это будет похоже на пелеринку, на набедренную повязку. Многофункциональный такой аксессуар. И он очень легкий и в то же время греет хорошо. Посмотрите, в нем тут есть тонкий слой шерсти, тонкие шелковые платочки вот с этой изнаночной стороны. А сверху это украшено нитями и кусочками шелка. Он очень легкий и в нем еще, кроме того, есть вот такие вот отверстия, декоративные такие дырочки, чтобы не было жарко. То есть он на разнообразную погоду. Очень мягенький, очень легенький. Его можно взять с собой в сумочку. Аксессуар, который носить одно удовольствие. Я вам предлагаю его сделать и пополнить вашу коллекцию в этно-стиль, если вы вместе со мной ее создаете. Я очень благодарна вам за то, что вы заходите постоянно ко мне. Всем, кто присоединился к моему каналу новеньких, я приветствую здесь. Я вам очень рада и милости прошу, заходите. Я могу с вами делиться всеми моими наработками, всеми моими хитростями, премудростями, которые я приобрела в этом моем творческом, войлочном, мягком таком пути. Буду рада, если вы точно так же, как и я, будете любить войлок, создавать какие-то новые изделия и радовать себя, своих окружающих, друзей. Может быть, у вас тоже есть свои подписчики. В общем, я очень рада, что вы здесь со мной и предлагаю вам мой мастер-класс по созданию вот такого универсального изделия, которое я даже не знаю, как им назвать. Ну, давайте назовем его бактус. Итак, приятного просмотра. Вот я взяла выкройку бактуса, это уже шаблон бактуса, и немножечко подкорректировала. Я сжала немножечко по центру, видите, да, и расширила по бокам. Вот, немножечко удлинила, ну, в общем, подкорректировала, чтобы это была форма, такая напоминающая бактус и жилетку одновременно. Субтитры подогнал «Симон» Такой тоненький-тоненький слой. Мне этого достаточно. Я только это просто намочила, притерла. Слегка, совершенно не сваливая ничего, просто чтобы это склеилось, чтобы можно было это свернуть. Все, задача выполнена. Теперь мне нужно снять сетку, накрыть это пленочкой и продолжать дальше раскладку. Вот у меня есть шелковые платочки. Я хочу покрыть это все с изнаночной стороны и для эстетических таких целей. Платочки шелковые проще всего растягивать на мокром, на мокрой шерсти. Вот я его приклеиваю вот так и тяну. Растягиваю столько, сколько мне хочется, сколько-сколько тянется. Если хочу, чтобы это было поплотнее, я это растяну поплотнее. Сначала я беру, растягиваю в руках, а вот я приклеиваю. Вот, чтобы отделить эти платочки, я вот нахожу кромочку, беру ее и резким движением раз, отрываю. Здесь мне надо свернуть, здесь же уже все покрыто, видите, вот покрыто. Я его так приклеила. Ну, теперь вот так вот соберу и заверну здесь. И буду дальше раскручивать и раскладывать эти платочки. Вот я здесь положу локератор и заверну. И потом я смогу здесь работать дальше. А потом я ее разверну, когда мне понадобится. И тогда я смогу дальше растянуть эту паутинку. Вот она у меня. Я ее беру и тяну. Пока она вот растягивается. Вот она какая, видите, она растягивается как хорошо. Мне не нужно плотно ее выложить. Мне нужно слегка просто затянуть это. И вот здесь тоже, видите, приклеилась. И она мокрая, тянется так хорошо, так интересно. Вот я ее во все стороны тяну. Тяну так, как тянется. Вот здесь такая кромочка образовалась. Но это будет декоративно смотреться. Мне нравятся такие сгусточки шелка. Итак, здесь у меня покрыто. Я могу его завернуть вот по эту пору. И опять же, чуть развернуть. Чтобы продолжать работать, растягивать во все стороны. Это шелк. Шелковый платочек. Удивительный материал. Вот здесь я его приклеила. Продолжаю его растягивать. Шелка-опряды. Это пауки? Только симпатичные. Только ползающие пауки, получается. Шелковый пауки. все здесь у меня все покрыто платочком тоненько я это сделал и еще мне здесь нужно покрыть вот таким вот волокном льняное волокно или можно еще сказать строительная поклял продолжаю работать таким же декором с которым я работала во всех изделиях из этой коллекции видите как легко пристает это все очень легко его просто приклеиваю это такой дикий получается стиль вот такой натуральный натуральный здесь может быть и форма такая знаете очень свободная я вот попыталась и и сделать такой свободной эти края неровные как будто это кусок какой-то шкурки используется или даже кора ну в общем вот что-то такое натуральное неважно как я это назову важно что мне это нравится все высоты стороны я разложила покрыла разворачиваю и буду теперь постепенно декорировать для декор я буду использовать вот эту жутовую нить я буду делать такие декоративные цветы вот я отрезаю она двойная эта ниточка я ее раскручиваем смотрите как вот я беру в серединке разделяю эти ниточки на две части ну вот беру что-нибудь такое что у меня есть на что я могу это надеть вот в данном случае у меня там такая свеча я вот беру и раздваиваю так проще с другой стороны а вот для этого можно использовать какое угодно приспособление чтобы набросить и эти ниточки раскрутить между собой потом взять и вот эти ниточки еще распушить это и есть натуральные льняные волокна из которых сделаны нитки шпагата в данном случае вот я сейчас беру и все это раскручиваю но не до конца то есть у меня получается такие вот нити декоративные из которых я буду делать цветочки вот я эти нитью приготовлю таким образом распушу где-то больше где-то меньше теперь вот это вот конкретно ниточка уже у меня готова к декорированию видите я ее положу каким-то таким образом и когда это приваляется это уже будет декоративно буду сочетать ее с другой какой-то ниточкой шерстяной это мне поможет создать цветочек видите чтобы это все растянуть я ее раскручиваю потом я вот как-то так это все сложу и получится такие цветочки смотрите какие красивые у меня есть нити очень мне нравится цвет такой градиент очень красиво но потом они такие пухнастые но ощущение что это натуральное вот посмотрите как это будет красиво сочетаться если я совмещу эти нити и потом вот еще тоже такая мохнатая пушистая такая махровая ниточка если я добавлю вот чего-то такого ну и потом может быть еще темненькую вот получится что-то очень даже интересное вот все что я намерена пока что использовать в декоре здесь а а и и и и и и и и Смотрите, как это получается. Вот это будет такой бактус или вот жилет. Здесь будут завязочки. Видите, вот у меня отметинки, где будут шнурочки, на которые будут завязываться. И здесь вот отметинки, где будут сбоку шнурочки. Вот когда это плечевое изделие, значит, вот набрасываться на плечи. Вот будет приспущенное такое плечико. А здесь будет связано. И таким образом это будет превращаться в такую жилеточку-разлетайку. И здесь можно будет связать при желании эти две части. Вот такого типа получается у меня изделие. Ну, чтобы это было гармонично, лучше, наверное, будет добавить еще какие-то разные выступающие ниточки, фрагменты ткани. Всякое такое, чтобы, когда это будет в виде бактуса или набедренной повязки, чтобы вот эти вот веревочки не смотрелись странно, а смотрелись как часть декора. Сейчас я это сверну. Я их сворачиваю просто трубочкой. Вот. И они у меня подождают. Вот у меня есть остатки того декора, который я использовала для юбки. Ну, это был основной материал, шелк, на котором была разложена шерсть и все остальные декоративные фрагменты. Вот. А теперь я это буду использовать в качестве вот этих вот ошмёточек. фрагменты шелка. Вот я его кладу сюда. Здесь у меня есть розочка. Я могу ее взять и... Я могу ее использовать. Вырезаю эту розочку. Она такая тёмненькая. Ну, вот. Кстати, вот есть и светленькая рядом розочка. Я могу ее тоже. Вот этот просто взять фрагмент. Поставить. И привалять. Почему нет? Это будет у меня сзади. Можно ее немножечко так сжать. Поскольку здесь будет быстро схватываться. Здесь только шерсть. Ну, там и вискоза, конечно. Не вискоза, а эти платочки шелковые. Но все это будет быстро схватываться. И в алякте мне не придется долго. Поэтому вот эти вот шелковые фрагменты... Они могут оказаться... Он так, знаете, рыхло приваленный. Но ничего. Вот шелк быстро схватывается, прихватывается. Это такой разреженный на самом деле шелк. Ищу сейчас. Как мне расположить таким образом, чтобы меня это устроило, чтобы мне это нравилось. Вот так, например. Примерно так. Все. И теперь я буду продолжать декорировать нитями. Я добралась до этого момента. Вот я буду скручивать между собой все вот эти приготовленные нити. И делать из этого цветы. Видите, такое будет многообразие красок. И тени у него там будет. Видите? И цвет. Мне нужно сейчас это распределить так, чтобы вот эти вот ниточки все между собой не переплелись. Чтобы они смотрелись рядом, пересекаясь, но в то же время были выразительны. А для этого нужно расстояние. Вот темные нити дают какую-то тень выразительной. Яркие дают свет. Светлые дают свет. В общем, у каждого своя задача. И ее нужно позволить этим вот ниточкам выполнить. Для этого нужно хорошенечко просто их разъединить. Учитывая то, что когда шерсть садится, она все это стягивает, подтягивает. Будет меняться расстояние. У каждой ниточки должно быть свое место, которое наиболее выгодно будет смотреться. Ну вот пусть будет так. Следующий. Я не буду скручивать это сильно. Вот два-три раза там обернула, чтобы они просто вместе двигались. Да, вот эти вот ниточки, их можно распушить. Очень красивые нити. Тем более градиент у них такой удачный, очень красивый переход цвета. Эти нитки я обожаю. Они сами по себе уже самодостаточны. В них есть и тени, и краски, и фактура. Все в них есть. Ну, я продолжаю делать этот мой пятна комплект. Поэтому я использую остальные нити в сочетании уже с этими вот красивыми самодостаточными нитками. Я разложила цветочки, взложила ниточки, которые выходят за края, за пределы. Теперь мне нужно поработать над вот этими вот краешками, окантовочками. Для этого мне понадобится шерсть. Я просто хочу сделать вот здесь вот, закрепить вот эти вот края, прикрыть все вот эти элементы декора шерстью, чтобы это все получилось монолитно. То есть связать все это в единую конструкцию. Я вот эти вот ниточки, все выходящие за края, шелк покрываю шерстью тонким-тонким слоем, таким, знаете, чтобы тоже получался такой неровный слой, ну, ближе к полотну здесь потолще, а вот уже там, где чуть дальше, чтобы это все перетекало из шерсти вот в эти вот ниточки. Ну, в общем, чтобы были такие пасмочки однородные, чтобы была валеная такая вещь, а не ниточки и шелк отдельно. Нет, чтобы это были такие сваленные штучки. Потом здесь краешки шелка я тоже закрываю шерстью. Не очень, не сильно, но все-таки я прикрываю эти вот краешки, чтобы у меня получилось, чтобы шелк оказался внутри. Только краешки прихватываю, чтобы рисунок оказался внутри шерсти. И так поступаю со всеми шелковыми фрагментами. Заложила шерстью там, где мне нужно. Осталось закрыть волокном. О, как мне нравится это волокно. Так оно смотрится замечательно. Натурально. Крашеные волокна тоже красивые, но особенно красивые, когда натуральный цвет. Ну вот, смотрите, как декоративненько получилось. Спинку я уже практически разложила. Осталась только передняя часть. Вот мне нужны вот эти краешки, уходящие вот так вот сюда, края. Можно было букли какие-нибудь положить еще сюда, на краешки. Возможно, я еще положу какие-нибудь черненькие буквы. У меня есть черные буквы. Прикрою, чтобы разложить веревочки эти. Вот видите, вот здесь у меня надо положить две веревочки. Ну и там, спереди потом нужно будет положить. Вот сейчас я это сделаю. Ну, а потом буквы добавлю. Да, мне нравится эта идея. Эти веревочки, ну пусть они будут вот такой вот длины. Это будут завязочки. Они не должны быть длинными. Пусть они будут свисать вот так вот, как бы до края, но только подвязаны. Да, если в развязанном состоянии до края. Вот так вот. Ну, то есть я делаю чуть больше, потому что они должны зайти в тело моего. Изделия. Вот я делаю с одной стороны такие завязочки. Ну и с другой стороны с чуть-чуть другой длины, чтобы они не были одинаковые, чтобы это все тоже было как-то более натурально. Две подлиннее, две покороче. Ну и еще для передних, передней завязочки мне нужно будет две такие. Вот пополам вот так вот. Раз. Такая будет. Вот так вот. Это наперед. Да, я потом прицеплю. Ну и одна задняя. Сейчас прицеплю. Две, да? А две передние потом. Вот у меня тут и получается будет завязочка. Я ее возьму и смешаю с этой декоративной ниточкой. Вот она красиво смотрится. И шерсти немного добавлю туда. Здесь ниточки будут создавать прочность волокна. Шерсть будет между собой и ниточками переплетаться. Так, все. И смешиваем между собой. Можно и паклю туда внести. Здесь отрежу кончик, чтобы ниточка осталась поцветная на краю. Вот. А сюда добавлю паклю, чтобы было одинаково. У меня тоже будет прочность создавать. Не только из-за ручки. Слегка. Вот. Эти ниточки я сделала. Ну все. И теперь можно мне здесь закрепить при помощи машиночки. Теперь я это сворачиваю. Ну и теперь у меня вот тут четко видно, где вставить чесемочки. Одну здесь кладу. Вот. И одна здесь. Вот я достаю такие кудряшечки. И там, где мне хочется добавить красоты, я кладу там буквально немножечко такие завиточки, чтобы были где-то выходящие за пределы, за края. Добавила потом этих волокон. Добавила ниточек вот по краям. Это будет типа бахромы. Ниточки у меня тут. Маленькие кусочки шелка. Потом вот такие маленькие букальки, букли. Такие мне захотелось это все сделать. И теперь я хочу добавить еще черные вискозы, чтобы обозначить тени по краям. Это будет и прочнее немножечко, и декоративнее. Это даст четкие очертания изделию. выразительнее будет. Теперь я прикрою эти края. Увязать все в единый рисунок. Эти спутанности смотрятся нехорошо. Я их не буду допускать. Вообще запутанность это плохо. В творчестве это видно сразу. Непонятно что. Хотя сразу понятно. Что-то где-то спуталось. Негармоничное соединение. Субтитры создавал DimaTorzok Я теперь это закрываю и перехожу на ту сторону, чтобы закончить декорирование и потом быстро это все свалять, потому что это очень тонкий материал. осталось совсем немного декорировать лучше, когда это все и утрет на вас лицом, поэтому я разворачиваю ко мне лицо. разложила сверху вискозу, добавила немножечко букольки, кудряшки, кудри, добавила немножечко кудрей, покрыла сверху вот эти вот очертания темные, которые я выделила вискозой, покрыла вот этой вот паклей льняным волокном. Теперь я это все буду валять. очень хорошо смотрятся эти маленькие-маленькие кудряшки, очень декоративно, они так дополняют эту ажурность и все эти шелковые лохматушечки, мне очень это все нравится. Но его нужно сформировать, вот направить в самом начале, задать им этим вот элементам направление, подобрать все, чтобы ничего не выходило за края, вот все направить, всему все приклеить, чтобы уже все было на пользу. Иначе потом это все будет рыхло, свалено, будут дырки какие-то непрогнозируемые. Те дырочки, которые, видите, я их даже не дырками называю, а дырочками, которые будут смотреться как ажур, вот сейчас я их формирую. Вискоза в сочетании с шерстью, с шелком, дает вот такие, вот видите, перышки какие-то. Ну, в общем, все это так интересно. Такие движения приклеивающие. Вот тут вот, где у меня цветочки, ниточки, я создаю такие легкие движения, невесу между нитями и ладонью, есть воздушное пространство. Мне нужно это делать здесь очень осторожно, чтобы волокна не двигались. Если я чувствую, что двигается, я это, ну, вот смотрите, я его зафиксировала и двигаю, зафиксировала и двигаю, чтобы не сдвигать. И таким образом оно приклеивается. Как будто я двигаю это нижнюю часть, я двигаю, да, там в нижней части это все создаются вибрации, а вот здесь я это фиксирую, чтобы волокна не сдвигались, чтобы рисунок оставался такой, которым я его создаю. Ну, естественно, там будут какие-то поправки, поправки на импровизацию войлок, в этом участвуют очень активно все вот эти вот ингредиенты, они участвуют очень активно в создании моего проекта. Я задаю им направление, а они уже потом, это как режиссер и актеры. Вот я их выставила всем, дала задачу определенную, добавила всех, вся моя задумка, а теперь они играют здесь. Ваш выход артист называется. все, что я могла заложить, я уже все это заложила, теперь мне нужно не навредить, а помочь моим участникам моего проекта выполнить свою задачу. То есть, я таки управляю процессом, но уже, понимаете, главная роль у них так, здесь я это зафиксировала, вот, теперь я это заверну опять, видите, у меня тут много всяких пленок, я их специально раскладываю побольше, во-первых, чтобы стол уберечь от промокания, а во-вторых, они всегда мне помогают вот при таких, при такой работе, когда я заворачиваю, видите, мне нужно перевернуть изделие, и я, чтобы там ничего не склеилось, использую вот эти вот мои пленки как блокираторы, вот я его переворачиваю, и теперь у меня просто остается перетянуть сюда, и все, и развернуть с той стороны, и здесь будет хорошо смотреться как абсолютно ровная кромочка, так и не очень, так что вы как хотите, так и делайте, и здесь поднимите и и и и и и и и и Теперь я переворачиваю вот этой вот изнанкой, так сказать, условной изнанкой на воздушно-пупырчатую пленку и снимаю с шаблона. Пока что это выглядит немножечко шокирующе, немножко, ну, на мой взгляд, так слишком, но это потому, что еще ничего здесь не уселось. Этот цвет будет гораздо сдержаннее. Все это, когда сваляется, сожмется, ну и потом, скоро я буду делать дырочки. А сейчас, вот сейчас я буду по пупырчатой пленочке сваливать, уже потихонечку начинаем его сваливать. Вот, вот таким вот образом немножечко начинать уже возить его по столу аккуратно. Хотя, вы знаете, у меня же здесь будет все еще дырочки, я буду прорези делать. И, ну, в общем-то, сейчас мне уже не страшно это делать. Если бы я тут переживала о том, что здесь должно быть ровное, цельное, монолитное полотно, я бы этого еще пока не делала. Поскольку у меня тут другая задача, то сейчас я могу уже это смело начинать вот так вот. Ну, как смело. Я осмелюсь потихонечку начинать это все вот так вот возить по плоскости. Так можно сказать. Осмелиться и смело это все же таки разные вещи. Маленькое уточнение. Так, сейчас я закончу вот этот маленький процесс возякания и уберу мыло. Пива здесь слишком много. И вот на этом этапе оно мне уже начинает мешать. Я прополоскала в раковине, делая вот такие вот движения под струей воды. Вот, потом я отжала вот таким образом. И все, больше я ничего не делала. Теперь я хочу вот так вот лицом ко мне это изделие разложить, распрямить. Конечно, было бы неплохо, если бы я сразу вот взяла и нанесла по-горячему. Мыло мне очень нравится. Прямо на горячую, горячие вот изделия наносить мыло. Ну, здесь мне нужно сначала расправить это все. А потом я нанесу мыло. Я даже нанесу мыло после того, как я уже сделаю здесь прорези. Здесь мне хочется, чтобы это было пошире. Я его растягиваю, чтобы оно не было узким, так как это не просто бактус, но еще выполняет роль жилетки тоже. Поэтому я его вот так вот растягиваю в ширину. Расправляю все мои вот эти декоративные части. Все, что было запланировано, все, что завернулось, сварялось, когда я это все подбрасывала. Сейчас я его распрямляю. Бывают, скажем так, потери декоративных каких-то элементов, потому что они могут заваляться, вот эти маленькие-маленькие какие-нибудь декоративные штучки. Ну, вот по возможности, вот смотрите, я отыскала вот этот вот маленький, мне очень нужный краешек, который мне так нравится в декорировании. Вот все я тут делаю так, чтобы не потерялась декоративность моего изделия. здесь я выравниваю. Видите, уже полотно мое нет какого-то риска, что оно разорвется. Сейчас я закончу поиски декора. одновременно растягиваю его так, как мне нужно. И вот по ходу моей работы над краем и потом я еще отдельно уделю этому внимания. Но пока что я его формирую. Но видите, это уже это уже полотно. И в нем уже некоторые дырочки образовались сами по себе, но это не страшно. Я сейчас буду делать разрезы такие, как мне хочется сделать, чтобы это выглядело красиво, ажурно, декоративно, чтобы не выглядело как порванное полотно, некачественно сделано, а чтобы выглядело так, как оно и должно выглядеть. Теперь я хочу сделать декоративные прорези в тех местах прорези, где бы я хотела. Ну вот, во-первых, я буду их делать в тех местах, которые уже я вижу. Вот посмотрите на просвет. Здесь есть уже места, в которых видны дырочки. Ну вот, я воспользуюсь вот этими просветами и поделаю дырочки в тех местах, в которых видно. Буду делать вертикальные дырочки дырочки. И потом я их растяну, заваляю. Я буду делать эти дырочки естественно не в тех местах, где у меня цветы. Так, чтобы это смотрелось гармонично, чтобы было не слишком. И в то же время ажур. дырочки не дырочки ажур. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 А потом уже сучащие вот такие движения Но здесь вот мне важно вот в такой очередности И одновременно вот эти вот дырочки тоже будут прорабатываться Это будут не дырочки, это будут декоративные отверстия И шелк здесь, видите, вот тоже вот при вот этих вот движениях Он тоже смешивается И получается вот то, что мне нужно Видите, и потом следующее движение Вот почему я говорю для меня, это здесь важно И следующее движение вот такое закрепляющее И видите, что получается в результате То, что я хотела Листики такие жухлые немножко Ну, в общем, то, что мне надо И если даже здесь будут какие-то такие элементы Которые не будут слишком уж вваленные в тело этого бактуса А будут немножечко так торчать То мне это будет только в плюс А потом в конце, когда я уже буду видеть Как у меня повела себя та или другая Ну, ниточка Каждый элемент, участвующий в декоре Когда я буду это уже видеть Как это все произошло Я потом могу Если что-то меня не устраивает Какие-то торчащие элементы Просто взять и срезать И потом вот так вот завалять И все Здесь очень красивое сочетание оттенков Они все натуральные И в то же время не скучные Такой природный цвет И вид у них натуральный И материал Это натуральные все ингредиенты Ну, не считая некоторых ниточек В которых есть в составе там Смешанность волокон Натуральных и искусственных Но это только для декоративности Обожаю работать с такими материалами Такие приятные тактильные ощущения Это такое вот взаимодействие И потом главное, знаете, ощущение Как ты превращаешь вот эти вот все ниточки Вот эти все волокна Вот это вот Ну, все Вот эти дырочки Это сочетание цвета Сочетание фактур Формы Игра всего С пространством Ну, в общем, это здорово Это материализация Это для меня вот так называется Не меньше Это материализация Смотрите Разве это не шедевр? Войлок Просто вот элементарные, банальные движения Превращают в произведение искусства Я ведь ничего такого не делаю Нельзя сказать, что это вот какие-то там Какое-то там абсолютно Ну, невероятное какое-то творчество Нет Все очень просто Вы видели? Вы видели сами Это элементарные какие-то компоненты Абсолютно простые Уложены Очень простым способом Вы это видели? Все происходило у вас на глазах И результат Ну, я просто обожаю Такие изделия В которых работы немного А результат просто потрясающий Знаете, работа в основном ведется На этапе придумывания Придумываешь что-то такое Что легко воплощение Чтобы понятно было, что ты делаешь Чтобы легко было И носить, чтобы было легко Удобно, комфортно И экологично В общем, на этапе придумывания Ты трудишься Больше всего А потом, когда уже это придумано Воплотить гораздо проще Вот почему я никогда не приступаю К работе Если у меня не созрела Какая-нибудь картинка Да, я могу оставить Фрагменты какие-нибудь Чтобы по ходу импровизировать Это мне тоже нравится Ведь это творчество И момент импровизации в творчестве Это как само творчество Но, конечно же, самое главное Это придумать Потому что, если начинаешь работать Не знаешь, что делаешь Не знаешь, как поведет себя материал Лучше не начинать Лучше попробовать на каких-то маленьких пробничках Если не знаете, как ведет себя материал Потому что бывает так Что очень красивая задумка Красивый очень план А ты потом взял ингредиенты Которые ведут себя таким образом Что у тебя не получается То, что ты задумал Потому что материалы Ну, не так себя ведут Как в вашем там воображении Возникла эта картинка Или же выглядит тускло Или потом в носке какой-то Не очень-то то, что нужно Ну, в общем, это все нужно продумать Например, очень важно Вот такие вещи, как Декоративность изделия И практичность Это обязательно Декоративность, практичность Потому что, если изделие декоративное А потом вы его надели один раз Оно все сжалось Оно все как-то так вытянулось Или... Ну, в общем, нужно учитывать некоторые моменты Например, когда вы делаете рукава Локоточки Обязательно нужно думать о том Что там у вас будет в районе локтей Надо обязательно думать Что если там будет очень близко Если рукав будет узкий То нужно усилить это место Чтобы там не было дырочек Чтобы там не вытягивалось ничего Усиливать можно при помощи декора При помощи, например, еще там Дополнительных каких-то материалов Которые вы потом добавляете Например, просто кусочек ткани подшить Кусочек кожи подшить Ну, а можно просто взять и положить туда жесткий декор Например, вот такую вот жутовую нитку В районе локтя Или просто валеную нитку Просто обыкновенную нить Обыкновенную для вязания Сложить таким образом Чтобы сделать это место Усилить его Ну, в общем, надо учитывать некоторые тонкости При планировании Чтобы не получались обидные какие-нибудь сюрпризы И не портили вашу вещь В которую вложено и время И усилия И материалы дорогостоящие Чего греха таить? Чего скрывать? Все это материалы дорогостоящие И шелк, и шерсть И вискоза Все это волокна всякие разные Вот, поэтому, чтобы не попадать в такие обидные ситуации Нужно заранее подумать Вот, например, здесь Я покрыла здесь платочками шелковыми Для такого эффекта Эстетического эффекта Хотя можно было не покрывать Но тогда было бы Там беднее Скажем так, беднее выглядела бы картинка Хотя тоже можно Я не говорю, что нельзя Это бы выглядело все равно потрясающе красиво Потому что коричневая шерсть Сама по себе Натуральные вот эти все оттенки Все это очень хорошо И бактус тоже позволяет себе Это была бы изнаночная сторона И никаких бы там не было больше требований К этой изнаночной стороне Но поскольку, видите, я добавила туда Эти шелковые платочки Теперь это может быть двухсторонний бактус Потому что он с той стороны Будет такой же декоративный, как и с этой С этой он будет нарядный, цветной А с той, сдержанный Такой, ну, натуральный Точно так же это будет Сохраняться этот же стиль Этнический стиль Ничего не нарушено Просто расширены его Возможности Он из одностороннего бактуса Превращается в двухсторонний Одинаково Хорошо декорирован И с той стороны, и с этой Декорированы с той стороны Волокнами Вот видите, волокна льна Мне очень нравится Их декоративность Они настолько здорово Делают свою работу Выполняют в декоративности Эту создают Я просто обожаю Эти волокна У меня какое-то Стремление к натуральности Мне почему-то Приятнее всего Натуральные оттенки Я всегда выбираю Даже вот эти вот Искусственные ткани Натуральных оттенков Мне это важно Вот уже завершается Этот мой этап Сучения Хотя в украинском языке Вся эта техника валяния Именно так и называется Сучение И валяное полотно Называется Сукно Вот эти вот Жутовые нити Они же плотные Видите, по сравнению Вот со всем Вот этим вот материалом Который я использую Хоть я их и разделила И распушила Все равно они плотнее Чем те другие И они будут создавать Выпуклость Моим вот этим вот цветам Выпуклость 3D эффект Очень мне нравится 3D эффект Ну в общем Теперь мне надо Все это пройти Вот я уже дошла до конца Теперь мне надо Вот так вот все пройти Вот так вот Чтобы это все Теперь запаковать Вот я его склеила А теперь Запаковываю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь у нас море И вы понимаете Что такое Прогулка по набережной Где вдруг Иногда бывает Ветер поднимается И тогда Это просто Ну просто так Здорово Когда Вот просто берешь Такую вещь Тонкую Мягкую Которая Декоративная Может быть Она где-то у вас Была украшением На На бедрах Да Вот вы вышли Так А потом сделали Накинули на плечи Сделали из этого Жилетку Если вам стало холодно Это так удобно И это так красиво Оригинально очень Войлок Вообще Он настолько Настолько Изысканный Материал Настолько Он Небанальный Как маленькое Украшение Его Можно носить И отдельно И вместе С чем-то С однотонными Очень красиво Смотрится С однотонными Вещами Вот такие Вот Декоративные Штучки Так Теперь Я его еще Должна Покатать Вот таким Валиком Это проявит Все его Достоинства И выгладит Его Сделает Его Тонким И Форму Его Зафиксирует Проявит Волокна Вот видите Как работает Этот инструмент Смотрите Какое Создает Замушевую Поверхность Это все Благодаря Платочкам Шелковым Платочкам Здесь Вы же Помните У меня Неровные Края Умышленные Это дело Мне так И нравится Вот именно В этом Стиле А здесь Мне нужно Сделать Ровную Кромочку Так И теперь Я его Разворачиваю Таким Образом Чтобы Я видела Где У меня Где У меня Этот Переход Здесь Мне Надо Подтянуть Видите Как здорово Получается вот пожалуйста шеретка вот и теперь осталось мне ее выгладить вот в этой плоскости но я это сделаю когда я ее выпалощу вот я выпала скала уже это изделие расправляю перед тем как его нести сушить сейчас приглажу еще вот этой вот штучкой видите вот там сразу где я провожу вот этим массажером идите как все штыки начинает проявляться начинают проявляться волокна вот этот инструмент выглаживает выравнивает уваливает делает потоньше это полотно думаю что это будет красиво а вы как считаете нравится сюда можно добавить еще что собственно говоря я еще собираюсь делать гетры митинги хочу еще добавить украшение на шею на руки ну вот так вот красота красота и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok